Цветник Например, мне очень понравился цветник, точнее решение садовой композиции замятиной Ольги из Москвы, где на фоне цветущей жимолости размещены бородатые ирисы и лилейники. В саду прослеживается тенденция работать крупными цветовыми пятнами, что хорошо. Это всегда дает хороший гарантированный эффект. При этом чувствуется грамотная работа с фактурой, растений, структурирование и так далее. При этом прекрасно работают фоновые деревья. Те деревья, окружающие участок, которые уже там десятки лет, они при этом прекрасно вписаны в композицию сада, что безусловно является и большим плюсом, в частности и при создании цветников. То есть, цветники имеют какие-то логичные кулисные растения, что всегда улучшает ситуацию. Вообще, много хороших работ предоставили садоводы из Санкт-Петербурга. Я это особо отметила, потому что несколько раз довелось общаться с садоводами. И понимаю, что климат там, конечно, очень непростой и имеет определенные особенности, поэтому особенно приятно наблюдать хорошие результаты в работе с растениями. В частности, я отметила особо Соколову Марину. Мне вообще понравились ее садовые композиции, в частности, вот и цветники, работа с розами, то есть лучше, качественнее, более роскошных кустов роз я ни у кого из конкурсантов не увидела. Мне очень понравилось, и я считаю, что это, конечно, достойно подражания, и, безусловно, это очень хороший результат. Интересные работы предоставили садоводы Сибири, Новосибирск, Кемерон, Кузнецк, то есть такие тоже в климатическом отношении сложные регионы. В общем-то, и, скажем так, от центров цивилизации Москва и Питер, где, в общем-то, развиваются и клубы садоводов, и много литературы, и вообще садовых товаров много. Да, здесь, как бы, казалось бы, у нас есть такой определенный реванш, мы взяли, да, но, тем не менее, вот конкурсанты из сибирских городов, они предоставили очень интересные работы. Вот, в частности, хотелось бы назвать мне Ольховатову Людмилу, я поставила ей высший балл. Отличная работа с объемами, что мне всегда очень нравится, да, когда цветник не просто на ровном месте находится, а он вписан, логично вписан в окружающее садовое пространство, где наравне с цветущими какими-то растениями прекрасно работают кустарники, деревья, то есть все ярусы работают на общий результат. При этом здесь показаны прекрасные бордюры и живые кулисы, очень профессиональная работа, и эффективно вот тоже задействованы окружающие деревья, работают на общий результат. У новиковой розы понравились эффектные деревянные решетки, и на фоне стволов берез и деревянных решеток такого соломенного цвета прекрасно работают цветники в стиле натургартен с использованием большого количества орнаментальных трав и соответствующих им по стилю многолетников, таких там, как ахинацея, наперстянки, много орнаментальных многолетних растений, которые прекрасно дополняют орнаментальные травы. Особо хотелось отметить работу Центра детского творчества из Удмуртии. Безусловно, ребятам предстоит еще очень много узнать из секретов садового дизайна, но те работы, которые они уже предоставили под руководством своих старших товарищей, своих педагогов, они, в общем, вселяют очень хорошую надежду на то, что из каждого этого ребенка вырастет толкочувствующий человек и впоследствии станет, скажем так, продвинутым ценителем садового искусства. Хотелось бы им пожелать большого трудолюбия и грамотных советчиков. Также в этой номинации мне бы хотелось отметить Бензу Ольгу, Оленчикову Галину, Нужную Галину мне понравилась, Мальвы, Примула, очень такие лаконичные, симпатичные композиции с эффектно представленными растениями. В номинации «Образ сада» здесь тоже достаточно высокие оценки я поставила. Мне очень понравилась весенняя композиция Симоновой Анастасии из Санкт-Петербурга. Круговая панорама, условно говоря, достаточно символическая такая картина, возрождающаяся природа, очень романтичная, приятная атмосфера создается в саду. Жили бы Светлана из Санкт-Петербурга, «Голубой сад», я его назвала, я очень отметила деревянную конструкцию. Мне вообще очень близок этот подход, решение садовых всевозможных задач, конструктивных, посредством включения в растительное сообщество каких-то деревянных конструкций. Эта конструкция особенно мне понравилась, она модульная, ее можно легко переставлять. Единственное, что я бы хотела не то, чтобы посоветовать, а просто высказать свое мнение, мне показалось, что эта великолепная голубая ширма размещена немножко неразумно. То есть она закрывает часть открытой веранды, выкрашенной соответствующими тонами, подходящими тонами, цветовая гармония соблюдена. Немножко эту ширмочку можно было бы сдвинуть на фоне широкой, высокой, красивой хвойной растения. Немножко сдвинуть, то есть расширить рамки за счет просто перемещения этой деревянной конструкции, расширить рамки этого выделенного садика, который, кстати говоря, прекрасно работает. То есть романтичный такой сад. И посредством цвета, и посредством подобранных растений создается именно романтический такой образ этого садика. Левешко Людмила из Кемерово. Мне очень понравилась работа. Крупные деревья, старые кустарники, выросшие, прекрасно организуют пространство. И я считаю, большое достижение, когда садовод умеет логично и естественным образом вписать старые садовые растения, или какие-то простяки, как мы их называем, вписать в общую садовую картину, когда они работают на результаты и прекрасно вписываются во все цветущие композиции и так далее. Сочетание крупных, эффектное сочетание крупных цветущих кауртин, разумная организация пространства. Очень хорошая работа. У Капанцевой Римы живые кулисы, девичий виноград, прекрасно размещенные. Вообще я обратила внимание, что в этом году много работ, которые показывают грамотное и продуманное решение именно пространства. Я считаю, что это большое достижение, когда ты рассматриваешь фотографии, и понимаешь, что это не все то пространство, которое хотел показать хозяин. То есть, что где-то за поворотом что-то еще есть, и какая-то интрига наблюдается, и при этом внутреннее пространство оказывается очень комфортным для нахождения там. Также в этой номинации я отметила симпатичный огород, стилизованный под деревянные колодцы, выполненный ребятами из Центра детского творчества в Удмуртии. На небольшой площадке были размещены какие-то симпатичные сооружения, малая архитектурная форма, могу это так сказать, достаточно громко это назвать. Но попытка каким-то образом одухотворить тот кусочек земли, тот дворик, который достался им для творческой работы. Мне очень понравились фотографии, присланные Оленчиковой Галиной. Интересная декоративная деревянная конструкция, пергола, стилизованная под какие-то там корабельные конструкции. И особенно ряд фотографий с выполненных зимой, снегу. И я считаю, что тут очень читается образ сада, потому что, в общем, мы живем в таком регионе, когда у нас зима занимает достаточное время, становится скучно, грустно и печально, сад спит. И для нас, для всех, очень важно, чтобы сад зимой выглядел особенно привлекательно, чтобы не создавалась какая-то гнетающая такая тяжеловесная ситуация. В номинации «Садовые детали» опять же отмечаю эту голубую конструкцию жилибы Светланы. Понравилась работа Алекса Бега из Белоруссии. И интересная, с моей точки зрения, настил. Я вообще очень люблю деревянные конструкции в саду. Поэтому особенно отметила настил, выполненный Мозиной Ириной. Настил, который напоминает ритуально-японский мостик Яцухаси. При этом изящно декорирован камнем. Интересная работа. В общем, возможно, ее можно как-то усложнить, дополнить какими-то соответствующими растениями. Но вот как садовая деталь, вот этот настил с окружающими каменными насыпками, очень интересно выглядит. В номинации «Звезда коллекции» я могу опять же отметить уже произнесенное мной имя Соколовой Марины из Санкт-Петербурга. Ее роскошные, ухоженные розы произвели на меня неизгладимое впечатление. Я много лет выращиваю розы, знаю, как это сложно в непростых условиях Подмосковья и тем более Санкт-Петербурга. Поэтому не просто набор роз, а именно роскошные розы в прекрасном состоянии и идеально подобранные колористически. При этом сделана попытка подбить их соответствующими многолетниками, какими-то травянистыми цветущими растениями. Я считаю, очень высокий балл и прекрасное мастерство продемонстрировано. «Фидос Ванна» предоставила фотосъемку коллекции прострелов. Тоже растения достаточно капризные, которые не всем удаются. И целая коллекция, конечно, говорит о мастерстве хозяйки сада. Она же прислала и замечательную коллекцию триллиумов. Не могу не отметить клематист «Ангутский», который произвел на меня хорошее впечатление, «Милюковой Марии». Видовые клематисты также моя слабость. Это тема, с которой я работаю. Поэтому я, конечно, оцениваю очень высоко это растение. Оно не очень сложное в агротехнике, но его редко приходится видеть. Оно имеет прекрасный потенциал в саду. И, конечно, нужно такие растения больше выращивать и больше показывать. То есть, каким-то образом популяризировать эти культуры. Клематисты также здоровые, красивые, цветущие. Я представила Хартман Людмила. Я это оценила, мне понравилось. И в номинации «Цветы в окне и на балконе» здесь, в общем, тоже достаточно выровненные оценки у меня получились. И особенно мне понравились работы, представленные Терещенко Людмилой, Хролович Юлией и Шевченко Натальей. И, возможно, случайно сюда попала просто фотография в эту номинацию, которую я хочу особенно отметить. «Бензо Ольга» фотография, которая демонстрирует решетку, садовую решетку с виноградом в патио. К окну это не имеет никакого отношения, но как бы вот такие садовые детали, ненавязчивые, какие-то очень простые, но при этом, что называется, гениальные, очень красивые, очень эффектные и берущие за душу. Я это отметила особенно, мне очень понравилось. И большое сожалению у меня вызвала номинация «Водоем», потому что «Вестник цветовода» много лет уделяет этой теме, было много публикаций, было много прислано за предыдущие годы проведения конкурса, много прислано хороших, достойных работ. В этом году, к сожалению, особо нас не побаловали садоводы. То ли эта тема неинтересна, то ли, я не знаю. Во всяком случае, конечно, можно выделить несколько человек, которые особенно запомнились, но в целом работы очень слабые. Хотелось бы, конечно, чтобы эта тема прозвучала как-то более ярко, более интересно, потому что вода в саду прекрасна, это загадочная стихия, которая наполняет сад особыми какими-то нюансами. И умело подать эту тему, ведь не обязательно копать там огромный котлован бульдозером, чтобы это были огромные кубометры воды, достаточно привнести просто дух воды в сад. Действительно, какие-то миниатюрные водные устройства, что называется прудик в чашке. Но как это подать? Чем меньше водоем, тем изящнее, тем более гениально это должно быть исполнено. Именно качество исполнения. Поэтому здесь могу просто отметить Новикову розу, также из Сибири. Мне понравился ее водоем, интересный. И некоторые другие работы интересны сами по себе. Но я считаю, что, конечно, здесь можно было бы еще немножко подработать. Вот, собственно, что могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова